Более 200 многодетных семей в ближайшее время получат долгожданные земельные участки. В этом году в окружной казне на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей. В 2016-м – 138 миллионов. Когда будет проводиться выдача участков и где начнут строиться дома для больших семей, расскажет Алена Валей. Закон о безвозмездном выделении земельных участков многодетным родителям был подписан еще в середине 2011 года. После того, как документ вступил в силу, Ксения Ситникова подала заявление из встава в очередь. Но, увы, о своем доме она пока только мечтает. Двухэтажный точно, чтобы гараж, банька была, место для гуляния, для детей тут облагорожено будет. Было бы, все сделано было бы для уюта и удобства для детей, для жилья. А пока семья с тремя детьми живет в двухкомнатной квартире на 50 квадратных метрах. Поэтому к тесноте они уже привыкли. Хотелось бы и трехкомнатную квартиру с тремя детьми. Тем более два мальчика, девочка, разнополые. Хотелось бы расширить жилье. За четыре года семья Ксении в очереди почти не продвинулась. Сейчас они 36-е. Ранее земельные участки многодетно предоставляли сами муниципалитеты. Теперь в местных администрациях только ведется очередь. Работы по подготовке и межеванию проводятся окружными властями. Иногда им приходится расплачиваться за беспечность прошлых собственников. Так в 2013-2014 годах в районе лесозавода был выделен 101 земельный участок. Но они были не готовы к строительству. Не подведены инженерные системы, не было и отсыпки. Поступали жалобы и даже обращения в суд. Теперь система распределения пересмотрена кардинально. Ближайшее распределение земельных наделов планируется в районе старого аэропорта. Сейчас централизованный стройзаказчик готовится к проведению конкурса по подготовке более 200 участков. Отсыпка начнется приблизительно в октябре текущего года. А после начала работ специалисты нового управления имущественных и земельных отношений проведут межевание и распределение между очередниками. Вопрос предоставления земель многодетным семьям, которые уже много лет стоят в очереди, не раз поднимался родителями в рамках личного приема граждан губернаторам региона. Также Игорь Кошин поручил своему заместителю Алексею Кайдалову провести анализ земельных участков на Ренмаре и поселке Искателей, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и пригодны для индивидуального жилищного строительства. О свободных участках информация будет предоставлена до 1 октября. Те участки, которые будут пригодны под застройку, также будут отданы многодетным. Поэтому очень скоро очередь на землю значительно поубавится. А семьи, как, например, у нашей героини Ксении Ситниковой, приступят к строительству своего большого дома для большой семьи. Алена Валиева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».